Профориентационные лагеря хотят организовать для российских школьников, а также ввести в учебную программу соответствующий предмет. Подробнее об этой и других законодательных инициативах в обзорном материале программы. Программу подготовки водителя дополнят еще одним учебным часом, в течение которого будущие автомобилисты будут изучать процедуру упрощенного оформления ДТП без привлечения сотрудников госавтоинспекции. Соответствующие поправки уже готовят в Министерстве внутренних дел. Упрощенный порядок оформления ДТП возможен в том случае, если в результате аварии никто не пострадал. При этом в столкновении участвовали только два автомобиля. Оба водителя вписаны в полис ОСАГО и между ними нет разногласий по поводу обстоятельств ДТП. Такое нововведение позволит участникам аварии оперативно покинуть место ДТП, не дожидая сотрудников ГАИ и не создавая тем самым заторов на дороге. Школьников отправят в лагеря для поиска рабочей профессии. Над созданием концепции профориентации молодежи до 2025 года уже работают в Миноборнауке, Минтруда и Росмолодежь. Представители ведомств предлагают ввести в школах дополнительный, скорее всего, факультативный урок по профориентации и сократить число мест в вузах, чтобы увеличить количество рабочих в стране. Также планируется отправлять школьников на каникулы в специальные профориентационные лагеря. Связано это с тем, что выпускники часто выбирают специальность неосознанно, ориентируясь на предметы, которые они смогут сдать при поступлении в вуз или исходя из того, какую профессию они считают престижной. А порой такое важное решение принимают за детей и их родители. Президентские стипендии для молодых ученых и аспирантов проиндексируют. Соответствующий проект указа уже готовят в Министерстве образования и науки России. Повышение выплат коснется тех, кто осуществляет перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики. Претендентов определят с помощью конкурса. Сейчас каждый лауреат в течение трех лет получает 20 тысяч рублей ежемесячно. С 2016 года эту сумму предлагается увеличить до 22 800 рублей, что потребует более 33 миллионов бюджетных рублей. Сейчас президентскую стипендию получают 1 тысяча молодых ученых.